ОСАГО вновь подорожает. Такой пессимистичный прогноз дают эксперты страхового рынка. Уже весной стоимость автомобильной страховки может значительно вырасти. О том, каких еще сюрпризов стоит ждать в ближайшее время, в обзорном материале программы. Будущее ОСАГО внешает опасения экспертам. Страховые агенты уже давно бьют тревогу. Стоимость автогражданки неизбежно увеличится. Связано это с тем, что ответственность страховщиков значительно выросла, как и размер выплат в случае аварии. Если автомобиль не подлежит восстановлению, компания должна будет заплатить не 120 тысяч рублей, а уже 400 тысяч. В апреле вступают в силу несколько поправок в закон об ОСАГО, согласно которым увеличатся выплаты пострадавшим в ДТП. Со 160 тысяч до полумиллиона. Не стоит забывать и о падении курса рубля. А значит, очередное повышение стоимости страховки – лишь вопрос времени. Тем временем в полиции пытаются сэкономить. С 1 февраля МВД приостановило набор новых сотрудников. При этом в структуре есть так называемый допустимый рабочий некомплект, из которого будут формировать резерв. В будущем именно он подвергнется оптимизации. Еще до этого в СМИ появилась информация о том, что с 1 февраля не только приостанавливается набор в службу, но и объявляется увольнение каждого десятого сотрудника в связи с тяжелой экономической ситуацией. Правда, официально представители МВД эту информацию опровергли, заявив, что в структуре основной объем сокращений придется на центральный аппарат. А в Госдуме рассмотрят законопроект, который установит правила обращения с материалами, которые созданы на базе клеток человека. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новый проект устанавливает правила разработки исследований, производства и продажи клеточных продуктов, а также контроль в сфере их реализации. Документ вводит нормы, позволяющие использовать в медицинской деятельности материалы, содержащие собственные клетки пациента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова